Здравствуйте, друзья! У микрофона Древний Орг с новым видео по игре The Elder Scrolls Online. В сегодняшнем видео я дам несколько советов для новичков, как играть с комфортом в любимую игру. Стало интересно? Тогда поставьте лайк, подпишитесь на канал, а я запускаю свою шарманку. Игра Elder Scrolls Online обширна и многогранна, и в ней много мелочей, которые помогут вам делать пребывание в игре более комфортным. Они не всегда очевидны или обнаруживаются спустя некоторое время, а хотелось бы пораньше. Я собрал для вас 10 советов по комфортному пребыванию в игре, и вот они. Совет первый. Игровой мир очень большой. Запутаться новичку здесь очень просто. Для того, чтобы легче ориентироваться на местности, достаточно поставить маркер на карте. Это делается вот так. В отличие от значка квеста, который появляется на компасе только при приближении к месту выполнения задания, поставленный вами маркер виден даже если вы на другом конце карты. Второй совет. Когда речь заходит о том, как улучшить свое впечатление от игры, я всегда однозначно рекомендую ставить аддоны. Это своеобразные модификации игрового контента, которые добавляют массу полезных полезностей в игру. Будь то подробная карта, помощь в крафте, помощь в украшении дома, помощь в сборе ресурсов, помощь в бою и многое другое. Аддонов очень большое количество. Многие из них разработчики даже потом внедряют на игровом уровне. Без аддонов играют только любители страдать и пользователи консолей. Но и то потом первые все-таки переходят на аддоны. Про аддон в ТСО у меня есть отдельное видео. Ссылку на него вы видите сейчас в правом верхнем углу вашего экрана. Третий совет. Третий совет касается респауна ресурсов в игре. Когда вы займетесь крафтом, то начнете получать так называемые карты исследований, которые позволяют добывать ресурсы для крафта в промышленных масштабах. Иногда у вас будет несколько карт исследований на одно место. Так приезжаете вы туда, собираете ресурсы. А как собрать вторую карту? Есть два способа. Первый способ это сделать релок. При загрузке назад спот с ресурсами обновится. Но это долго и нудно. И есть способ лучше. Достаточно отъехать от точки сбора ресурсов на небольшое расстояние и спот обновиться. Согласитесь, это быстрее, чем делать релок в игре Elder Scrolls Online. А если карт будет 10 на одно место? 10 релогов? Пользуйтесь моим способом. Все опытные сборщики ресурсов знают о нем. На какое расстояние отъезжать от точки сбора ресов каждый раз индивидуально и понимание придет с опытом. Совет номер 4. Я рекомендую всем новичкам вступить в гильдию с живыми игроками, чтобы получить дополнительную мобильность, советы и помощь. Вы всегда сможете попросить о помощи, задать вопрос по интересующей теме или же даже телепортироваться на сагильдейца. И так попасть в локацию, в которой не были. Главное, не ведите себя токсичные. Если вам не помогли прямо сейчас, значит все заняты и помогут потом. Если же в гильдии мертвый чат и вообще никто и никогда даже под страхом смерти не помогает участникам гильдии, то бегите из этого склепа. Если только вы специально не искали такую гильдию. Шутка. Пятый совет, который я всегда даю начинающим играть в ТСО. Займитесь крафтом, чтобы получить финансовую независимость. Достаточно делать ежедневные крафтовые задания, так называемые дейлики, и у вас всегда будет денежка на кармане. А деньги в игре нужны. Вам и сумку надо расширить, и место в банке увеличить, и лошадь прокачать, и обмундирование для персонажа прикупить, и многое другое. Про крафтовые дейлики есть видео на канале. Ссылку на него вы видите сейчас в правом верхнем углу экрана. Совет номер 6. Подпишитесь на несколько дискорд каналов и групп в социальных сетях по игре, чтобы всегда быть в курсе последних новостей по Elder Scrolls Online. А также будет где спросить что-то или уточнить что-то. Одним из таких дискорд каналов является мой. Ссылка на него есть в описании под видео. Забегайте, пообщаемся. Седьмой совет. Не бегайте с одной картой исследования, чтобы не тратить время. Накопите несколько и сразу все соберите. Восьмой совет вытекает из предыдущего. Я рекомендую перерабатывать сразу по многу собранных сырых ресурсов. Так вы получите больше заточек для улучшения оружия и брони. Каких-либо официальных подтверждений этому я не находил. Но многолетний опыт сбора ресурсов подсказывает мне, что когда перерабатываешь не 100, а сразу 1000 ресурсов, то падает больше заточек. Так сказать, магия больших цифр. Девятый совет. Если вы уже занялись крафтовыми дейликами, то есть один способ, как сделать крафт сразу за два дня. Берете задания и не делаете их сразу. На следующий день приходите, сначала выполняете дейлики за вчера, а потом игра позволяет вам взять сегодняшнее задание и тоже их выполнить. Но есть способ, как делать квесты на крафт сразу за три дня. Этот способ более изощренный. Допустим, вы берете дейлики в понедельник. Не делаете их. Во вторник тоже не делаете. А вот в среду вам нужно успеть до обновления дейликов сделать сначала за понедельник квесты, потом игра даст квесты за вторник, потому что дейлики еще не обновились. Затем вам нужно дождаться рейсы до дейликов и выполнить. Например, по Москве это происходит в 9 утра и сделать уже квесты за среду. Я раньше так практиковал, все работало. Согласитесь, сделать квесты сразу за два или три дня, а не бегать каждый день, это как раз то, что и называется комфортом. И наконец, десятый совет. Играйте как вам нравится. Если кто-то вам говорит, как играть или заявляет, что вы играете неправильно, не слушайте таких людей, играйте и получайте удовольствие. В конце концов, игра придумана для того, чтобы вы получали в ней удовольствие. И вы решаете, как вам проводить время в любимой игре. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Надеюсь, что советы вам понравились. И если да, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Здесь уже есть много полезных и интересных видео, а будет еще больше. Всем удачи на просторах Тамриэля. Всем пока.